Кто же тогда враг? Пока никто. И как прикажешь тебя понимать? А как хочешь, так и понимай. Но запомни одно. Парень с остановки, не доверяй ему. Девушки отдыхают. Странноватости этого пионера, если слово странноватости имеет... все еще имеет значение. А если слово странноватости еще имеет значение, оставляют все меньше сомнений в его причастности к моему появлению здесь. Есть вариант спросить напрямую, хотя я могу ошибаться. Знаешь, это может прозвучать достаточно глупо, но... как мы сюда попали? Тебя привез 410-й. Как и меня в свое время. Да, но какое отношение к этому имеет номер автобуса? И неужели он здесь настолько давно? Размышления об этом ненадолго задержались в моей голове. В любом случае, появилось дикое желание побольше расспросить загадочника обо всем произошедшем. Ты же что-то знаешь о том, как и почему я попал сюда. Может быть, может быть. Незнакомец продолжал излучать пафос и загадывать новые загадки. Как вдруг мое внимание привлек звук шуршащих веток. Это не мог быть безобидный ветер. Сквозь кусты явно пробиралось что-то человеческих размеров. Опа-ньки. Через мгновение в листьях промелькнул один рыжий хвостик, потом второй. А потом на свет показалась и их хозяйка, Двачевская. А вот и нежелательные элементы заявились. Чертахаясь, отплевываясь от паутины и отдирая от рубашки, которую девушка снова завязала на груди, и приставший репейник, она с горем пополам вышла на дорогу. Отряхнув застрявший в волосах к сухой листочек и немного приведя себя в порядок, она обратила на меня внимание. Ну и чего тут делаешь? Да я здесь. И стоило мне обернуться, как от пионера не осталось и следа. Что? Куда он делся? Не мог же он просто убежать. Не успел бы. Пока я пытался понять, куда мог пропасть и незнакомиться, лиса уже полностью вылезла из кустов. В любом случае, сомневаюсь, что он не замешан во всей этой истории. Как и сомневаюсь, что смогу получить вразумительный ответ на все вопросы. Кит, к тебе обращаюсь, или ты в гриб вдруг превратился? Ты что, куришь? Кай сгрешен. Только давай ты мне сейчас мораль считать не будешь. Все равно не на территории лагеря. Больше в шутку сказал я. Даже и не собиралась, просто удивлена, что ты тоже. А вот я нет, но удивлялся уже. Теперь эта задача сможет выполнить разве что... Да не знаю что. Так и будешь стоять, или предложишь даме сигаретку? Чёрт, так и мёдом помимо и недельный запас моментально иссякнет. Эх, ладно, нужно быть добрее к окружающим. А ещё я не хочу, чтобы эта рожая леса донимала меня до конца смены. Прошу. Она медленно, с явным упоением, выкурила сигарету. Видимо, эта вредная привычка у неё уже давно. Никогда не понимал, почему многих привлекает образ курящей женщины. И вряд ли пойму в будущем. Вдалеке показался чей-то силуэт. Немного погодя, в нём начали узнаваться черты слави. Она быстро шагала в нашу сторону, явно желая поучить уму разуму. Эй, там, кажется, славя идёт. Ой, да! Бежим! Мы рванули к забору перелезть, который было на удивление легко. Похоже, с помолодевшим телом добавилось немного силы и выносливости. После мы с Алисой разбежались кто куда. До обеда осталось совсем немного времени. Надо бы где-нибудь переждать. А вот это самое заветное местечко. Затаившаяся в тени скамеечка... Скамеечка в качестве места отдыха подходила как нельзя лучше. Присяду немного. И всё-таки интересно, кто был этот парень? Гости? Не, да, надеюсь? Не оборачивайся, ни тебе, ни мне это не нужно. Не нужно. Голос незнакомца был тихий и ровный, но слегка приглашённый. Как будто это не его настоящий голос, а лишь искажение. С чего бы это? Кто ты вообще? И я-то... А знаешь, это не важно. Если лишнего делать ничего не будешь, то всё закончится хорошо. Ни хрена себе рекомендация! Сейчас главное знай, я не враг. Реплика всех злодеев. Ха-ха-ха. Ну да, есть такое, но правда есть правда. Кто же тогда враг? Так, пока никто. И как прикажешь тебя понимать? А как хочешь, так и понимай. Но запомни одно. Парень с остановки, не доверяй ему. Побудь пока обычным пионером и не ищи неприятностей. А то мало ли... Я правильно понимаю, что это сейчас была угроза? Это уже мне решать. К слову, может ты расскажешь, как я сюда попал и на кой чёрт? Никого. То появляются, то исчезают. Издеваются, гады. О, уже на обед пора. Прекрасно. Желая скорее затмить свои мысли, я быстро зашагал в сторону столовой. Так-с, что тут у нас занято-занято. Столовая была набита битком пионерами всех возрастов. Думаю, оживлений места в лагере сейчас попросту было не найти. Что, собственно, неудивительно. Есть свободное место рядом с Ульяной и Алисой. А давай смесь, конечно. Ещё вдалеке Мику сидит совсем одна. По-моему, выбор очевиден. Не возражаешь? Нет, то есть, да... То есть, садись, пожалуйста. Сегодня, смотри, гречка, ты любишь гречку и варёная курица? Я вообще курицу не люблю, ну в смысле, не то, что не люблю. Просто если бы меня спросили, чего бы я хотела больше всего, то без... Беостроганов или рагу. Нет, скорее рамштекс. Ты любишь рамштексы? Да не сказал бы. Я особо неприхотлив в еде. Но вот десерт, ты знаешь, мне не очень здесь нравится. Я мороженое люблю. Ты любишь мороженое? Особенно пломбир 48 копеек. Но и ленинградское тоже, ой, прости, я всё о себе. Да ничего. Мне тоже 48 копеек по душе. Это действительно очень вкусное мороженое. С ним связано, наверное, одни из самых приятных моих воспоминаний. Мику, а тебе нравится в лагере? О, да. Очень много всего интересного, очень много колоритных людей. Колоритных. А как давно ты здесь? Я тут с самого начала смены, но вообще сюда уже третий раз приезжаю. И ты всё время проводишь в клубе? Нет, не совсем, но почти. Два года назад главой клуба была другая пионерка. Мне очень нравилось... Нравилось приходить и играть с ней на пару. Но на следующий год она не приехала. Тогда Ольга Дмитриевна сделала меня главой клуба из-за моих музыкальных способностей. Правда, пока никто не записался. Кроме тебя, конечно. И что, тебе там одно и всё это время было не скучно? Немного, но я очень люблю музыку, поэтому когда мне грустно или одиноко, играю что-нибудь для настроения. Так вот, что я вчера слышал. Это был своеобразный крик души. Да и ко мне иногда заходит Алиса. Она очень весёлая, а Лена временами приходит, хоть по ней и не скажешь, но она очень хороший собеседник. Плюс ты сегодня записался, так что теперь скучно точно не будет. Такой позитив – настоящее чудо. Думаю, любой другой в её положении уже давно бы опустил руки. Вот только как долго Мику сможет такое оставаться? Ведь, как известно, чудеса не длятся вечно. И на место жизнерадостной девушки придёт кто-то отрешённый. Однажды мне довелось пережить нечто подобное. Не хочу, чтобы с ней случилось то же. Мику, слушай, а в обходном осталось всего пара пунктов. Так что после обязательно зайду в клуб. Сыграешь мне что-нибудь? Конечно, обещаю, ты не будешь разочарован. Ну вот мы ещё посмотрим. Ты даже не представляешь, насколько я придирчивый. Несмотря на то, что хорошо играть я таки не научился, всё же обладал неплохим слухом. Нет, это ты не представляешь, как я играю. Хорошо, тогда скоро увидимся. Осталось посетить медпункты с поручениями... По... И с поручениями. Отважатые на сегодня закончим. О, Кита, я тебя как раз разыскиваю. И зачем же понадобился, интересно, знать. Как проходит обход? Все подписи собрал? Остался только медпункт. Сейчас как раз туда и иду. Так что если... Это всё, зачем вы меня искали, то я пошёл. А ну стоять, мистер. О, неужели ещё какое-то поручение? Ты мне вчера жаловался на отсутствие свободных домиков. Так вот, одного нашкодившего бедолагу забирают родители. Поэтому с завтрашнего дня можешь переезжать в новое жильё. Для меня новость, конечно, замечательная. Но вот так... Но вот что такого нужно было сделать, чтобы тебя из лагеря забрали? А что, хочешь повторить за Шаленковым? Если так, то спешу огорчить. Он ногу сломал. Ночью зачем-то полез через забор и навернулся. Пострадали все. Ни парень, ни забор. И у меня теперь из-за него куча волокиты. Да, не повезло вам. И Шаленкову тоже. Хотя интересно, зачем? Зачем он пытался перелезть через забор? На этом новости закончены. Можешь идти. Хотя нет, стой. Ты же в медпункт направляешься. Ну да, я так и сказал. Аккуратнее ты там в медпункте. Ну что, всех, кто заходит шприцами с витаминами, обкалывают? Нет, не совсем. Но адреналина у тебя может прибавиться. И да. Прозвучало это с такой издёбкой, что аж не по себе. Ладно, могу я идти. Не смею больше задерживать. И я так понимаю, это здание и есть медпункт. Если бы не флаг, то в жизни бы не догадался, уж очень хорошо он под эсбу замаскирован. Хоть снаружи и не камильфо, но внутри цивильный такой медпункт. Не без странностей, разумеется. К примеру, на таблице Сивцева не нормальное расположение букв, а какой-то древний интернет-жаргон. Медсестра Она точно медсестра! Медбрат Ну здравствуй, пионер. Кажется, я понял, что имела в виду Ольга Дмитриевна, когда говорила о повышении уровня адреналина. На кушетку присаживайся. И всё это она сказала именно с таким голосом, с каким, говорят, в фильмах не самого достойного содержания. Ком спустился к горлу, а на лбу слегка проступил пот. Я с обходным пришёл, на здоровье пока не жалуюсь. Это мне решать, садись на кушетку, пионер. Кто я такой, чтобы отказывать такой женщине в таких просьбах? Раздевайся. Пока всё идёт так же, как и в тех фильмах. Раз вы настаиваете? Между прочим, меня Виолетта зовут. Но ты... Можешь звать просто Виолой. Кит. Забавно. Её взгляд это что-то. Такое чувство, что она меня уже осмотрела не только... И не только, причём несколько раз. Если честно, немного напрягает... В смысле, напрягает всё. Они, глаза, кстати, разного цвета. Людей с подобным заболеванием нечасто можно встретить. Гетерохромия, вроде так оно называется. Ну, с начальным осмотром мы закончили, пионер. То есть, прекращать дамочка вы не намерены? Ну, хорошо. В эту игру могут играть и двое. А я и не против более детального осмотра. Если только он будет обоюдным. Юные пионеры, такие нетерпеливые. Надо заметить, нет, она не сказала. О чём я думаю? Пришёл с делом, надо, значит, довести его до конца. Ну, вы всё же не могли бы подписать. И такие занятые. Хорошо, подпишу, раз уж пришёл. Давай эту свою бумажку. Виолетта Царновна, я вернулась. А ты откуда вылезла? Мы уже почти подписали освобождение от работы. За что, Лена? За что? Да. Хорошо, проходи. Поможешь мне кое-какие бумаги заполнить. Здравствуй, кед. Что-то случилось? Да ты случилась! Привет. Я просто пришёл обходной подписать. И ты какими судьбами? Леночка проходит у меня практику. Интересно, это какую? Да, я хочу поступить на врача. Как говорится, у монет идил в пед, стыда нет идил в мед. Ай, а не тихи не тех, иди в политех. По всей видимости, Виола, Виола эта присказка стороной не обошла. Кит, правильно. Оля говорила, ты хочешь стать психотерапевтом? Эх, вот вожатая, язык как помело. Не то, чтобы я полностью соврал, раньше я действительно хотел поступить в медицинский. Читал специализированную литературу, готовился к экзаменам. Но вот как-то не срослось, и тяга к искусству переборола это желание. Это один из вариантов. Ладно, пионеры. Мне нужно по делам отлучиться, оставлю вас пока одних. Главное, особо не шалите тут. Это медсестра. Ну и о чём мне с ней говорить? Не сказал бы, что мы вчера прям поладили. Да, и уйму просто так не получится. И уйти просто так не получится. Бену бегунок-то мне ещё не подписали? Может, я чай налью? Леночка, как хорошо, что ты сама предложила. Теперь мне не придётся торчать здесь, подобно каменному истукану, пока Виола не вернётся. Да, если не трудно. Ну, тыкайся. Тухленько сидим как-то. Надо бы разбавить обстановку. Лена, а почему ты захотела стать врачом? Не обязательно врачом. Но я хочу приносить пользу, спасая жизни. Пойти в мед – отличный способ добиться поставленной цели. Даже так? Благородно, ничего не скажешь. А вот и чайник вскипел. Да, чайёк не помешает. А ты... Что я? Зачем психотерапевтом хочешь стать? А ну, знаешь. Доктор Виолетта! В медпункт зашёл электроники не один, а с трофеем под глазом. Её нет, я за неё. Что, Лалиса поймала? Да, поймала. Не то слово. Да поймала немного не то слово. Бедный парень. Хотя, мне кажется, тот, кто вздумает ухлестнуть за Алисой, несчастен вдвойне. Ох, это как раз в её духе. Ну, ты не первый, ты не последний. Ладно, на кушатку садись, давай посмотрю, как тебя приласкала эта королева улиц. Спасибо, Лен. Пока электроник устраивался поудобнее, Лена достала из ячика стололожку и протёрла её ваткой, смоченной в спиртовом растворе. Спиртовом. На, приложи пока к Фингалу, а я мазь от ушибов поищу. Не ной, ты же парень всё-таки. Электроник кивнул. Про меня девушка тоже не забыла. Кит, ты ведь обходный пришёл подписать? Да, но Виола вышла. Давай его сюда, я подпишу, у меня хорошо её подпись получается. А чай потом как-нибудь попьём, хорошо? Эл, всё благодаря твоей жертве! Да, обязательно! Спасибо за подпись, в долгу не останусь! Да ничего мне не трудно! Поправляйся, Эл! Спасибо! Всё-таки надо признать, вчера я получил не самое верное впечатление оленя. Теперь надо бы в домик зайти, а там можно и к Мику в клоп. Но это будет уже в следующий раз. Сегодня на этом моменте заканчиваем, так что всем спасибо за просмотр и всем пока! Вернись ко мне, моя мечта! Из уголков, пустой вселенной, верни мне жизнь! И согревай, освободи меня из плена!